Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики Укрлайф ТВ, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Гарасимович. Вместе с нами сегодня известный украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, зрители. Дорогие друзья, уважаемые зрители, вежливо, но настойчиво я продолжаю напоминать, если еще не подписаны на Укрлайф ТВ, пожалуйста, подпишитесь и лайк этому видео поставьте. Андрей Владимирович, предлагаю начать с обсуждения европейского турне президента Зеленского. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский сказал о том, что Украина не рассматривает прекращение огня в обмен на западные гарантии. По сути, это был ответ на публикацию итальянского издания Carriela della Sera, которое написало о якобы готовности президента Зеленского к заморозке войны по линии фронта в обмен на гарантии безопасности. Что вы думаете об этом высказывании Зеленского, о той риторике, которая уже успела прозвучать, как из уст украинского президента, так и из уст европейских лидеров, и какова, собственно говоря, цель этого визита, цель этого турне? Ну, давайте по порядку. Наверное, вот эта прямолинейная негибкость позиции украинского президента, она и стала реальной причиной отказа Байдена, и не только Байдена, от визита в Реймштайн 8 октября. До этого как бы все шло по плану. И, как я понимаю, основная цель такого высокого представительства, обычно в последнее время уровень представительства настоящего Реймштайна не баловал, а тут предполагалось собрать лидеров крупнейших и важнейших для Украины и европейских партнеров Соединенных Штатов Америки, и обсудить вот эту стратегию победы Зеленского. В первую очередь, это приношение в НАТО, это разрешение на удары дальнобойным оружием. И я предполагаю, что ураган Милтон стал лишь предлогом, а не поводом для отмены этого визита. И предлогом, которым Байден и Блинкин с радостью воспользовались. Вот это была основная, я думаю, стратегическая цель. Тот, видимо, Владимир Александрович, со товарищи, забыл простую истину о том, что все эти черты меняются. И многое поменялось с 1922 года, когда такой дерзкий шарм украинского президента позволял выбивать миллиардные суммы, довольно масштабную по украинским меркам военную помощь, но, увы, недостаточную для заявленных Владимиром Зеленским целей, выйти на границы 1991 года. И вот это случилось, собственно, и что бы ни привез Владимир Александрович из этого турне, какие-то материальные результаты будут в виде тех или иных систем ПВО, Германия же 17 АРСТ намерена передать, недавно передала еще один комплекс. Тем не менее, вот эта стратегическая цель, очевидно, она споткнулась. Очевидно, такого разрешения Соединенные Штаты до 5 ноября, до дня, когда состоятся выборы Соединенных Штатов, точно не дадут. Я думаю, не дадут и дальше, равно как и вряд ли последует приглашение в НАТО. Учитывая неоднозначность позиций целого ряда стран НАТО, достаточно вспомнить не только Орбана, который у всех на слуху, но и позицию Турции, например. Помимо Турции есть еще Греция, есть Словакия, а решения среди славянных членов НАТО принимаются консенсусом. То есть, когда, то есть, не, как говорится, простым большинством, а согласием всех стран-участниц. Этого нет. А значит, нет, ну, собственно, политиков все это описал. В части вот этой предполагаемой стратегии победы Зеленского, ну, что вероятно. Вероятно то, что, да, возможно, будет подписан еще ряд соглашений в ближайшее время о размещении, допустим, производства в Украине начальних предприятий западных концернов, допустим, таких, как уже рейн-метал, возможно, СААП там подтянется, возможно, КНДС или БАИ-систем. Ну, я думаю, что здесь какие-то подвижки будут. Равно как высокие шансы, что то, что, допустим, в части ПВО, да, скорее всего, Украина еще что-то получит. Но добра на то, чтобы сбивать, прикрыть небо Западной Украины, допустим, польскими или там комплексами Патриот, этого, я думаю, что, как говорится, европейские партнеры не будут заниматься непосредственно, как говорится, охраной неба Украины. Этого точно не будет. Равно как и ударов, разрешение на удары дальнобойного оружия в сухом остатке. И поэтому, увы, мы стоим перед очень неприятным для нас выводом относительно того, что партнеры, прежде всего, Соединенные Штаты, мягко, но деликатно и цело более заметно подталкивают к изменению позиций и изменению стратегии. Андрей Владимирович, мы поговорим. Мы поговорим с вами о, возможно, новой стратегии или вероятных новых стратегиях. И все же, по поводу приглашения Украины в НАТО. Зеленский раскрыл первый пункт плана победы. Это приглашение в НАТО. Но как вы выше выразились по поводу неоднозначного отношения или неоднозначных позиций ряда стран членов Альянса по поводу вступления Украины в этот военно-политический блок, то почему мы продолжаем настаивать? Вот пригласите, пригласите, пригласите. Ведь приглашение же ничего не даст. Это же не членство в НАТО. И политика принятия решений в НАТО, она не поменяется. Как был консенсус, так он и будет. Естественно. А это целиком и полностью ложится на ту формулу политики, которую мы видим в применении, как говорится, банковой, где важнее казаться, а не быть. То есть приглашение в НАТО, оно будет, естественно, если бы оно состоялось, оно подавалось уже бы, по сути, как свершившийся факт вступления Украины в НАТО. Ну вот еще полшажочка, уже двери открыли, остается только, как говорится. Вот если не завтра, то послезавтра Украина станет членом НАТО. То есть, ну, обещать это же не значит жениться. Ну, у премьера Шмагаля по поводу НАТО, по поводу шага двух-трех, там, я отталкиваюсь, опять же, я отталкиваюсь от позиций стран-членов НАТО. Я отталкиваюсь от того, что позиция Соединенных Штатов негативная относительно вступления Украины в НАТО, она не изменилась. Как не изменилась позиция Германии. Германия, а Германия все-таки, ну, это ключевой партнер в среде европейских стран, помимо Великобритании. И как бы, допустим, там, все остальные могут быть за, там, страны Северной Европы, Нидерланды, Великобритания, но если нет, как говорится, нет зеленого света со стороны Соединенных Штатов и Германии, ну, на что надеяться тогда, допустим, там, с той же Турцией или Венгрией? С Турцией тоже вынуждены считаться, несмотря на то, что Эрдоган, то и Брикс вступает, демонстрирует такую оппозиционность, допустим, в отношении Израиля, войны на Ближнем Востоке, но тем не менее, это вторая по численности сухопутная армия стран-членов НАТО. И не считаться, игнорировать мнение турецкого президента здесь невозможно. Поэтому, естественно, политико по пятибалльной шкале дает единицу вероятности. То есть это, скажем так, абсолютно гипотетическая и, собственно, такая замануха, которую надо подать украинской аудитории как гигантскую геополитическую победу. Вот. Чего, собственно говоря, ну, что на фоне того, что у нас происходит на фронте, смотрится, конечно, фантасмагорично. Тут, ну, бьемся в закрытые двери относительно членства НАТО, а тут вопрос может повернуться не столько о границах 91-го года, а сколько о сохранении государственности. Если события на фронте будут и дальше набирать такую динамику, которую мы видим в последние две недели. Андрей Владимирович, также Зеленский в Хорватии сказал, что Украина стремится закончить войну не позднее 25-го года. В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс продвинуть ситуацию к миру, говорит президент Украины. Ситуация на поле боя создает возможность делать этот выбор в пользу решительных действий по завершению войны. Давайте все же обсудим ситуацию, которая складывается на фронтах российско-украинской войны, но отдельно проговорим то, что происходит в Курской области. И беря во внимание вот это заявление Зеленского в Хорватии, не ясно, правда, какой именно аспект ситуации на поле боя, о чем идет речь. Потому что, если мы вспоминаем, кажется, это Блумберг писал, что уже все ждут Эншпиль. Но Эншпиль это тогда заключительная часть войны. Исходя из текучего положения дела, разве мы находимся и приближаемся к финишу? И этот финиш, знаете, может оказаться трагическим для Украины. К сожалению, то, что мы видим, допустим. Я не хочу опять перечислять, это уже как такой мартинолог у нас почти в каждой передаче. Это, к примеру, перечисление, там очередное СИЛО потеряно. Да, в Курской области проблемы. Там наша группировка продавили левый фланг под угрозой окружения. Но такие же проблемы сегодня и под Купенском. Два с половиной километра уже идут бои. Это проблемы в Торецке, которые можно потерять. Это проблемы с уже там угрозой Курахова. А от Курахова там прекрасная дорога, которая, как говорится, от Марафеттили в ходе большого строительства. Он уже прямиком на Запорожье. Поэтому, наверное, надо думать о том, что нам делать. То есть, и как-то все-таки свести, что президент живет в параллельной реальности. А текущая реальность, которую мы видим по сводкам с фронта, она категорически с ней не стыкуется. И, знаете, вот в этой ситуации надо думать о том, что мы можем сделать, чтобы остановить такое неблагоприятное развитие ситуации, которую мы видим на фронте. Поскольку, и это же да, ипостась. То есть, да, Соединенные Штаты требуют гибкости, но Крем, наблюдая за медленным, но уверенным продвижением российской армии, он, естественно, будет гораздо менее склонен к каким-то компромиссам. А пока для нас все выглядит очень грустно. Ну, как минимум, у Кремля два пакета. Это внешний, относительно нерасширения НАТО на восток, отказа от даже намека на членство Украины в НАТО и отмена всех санкций в отношении России и в отношении Украины. Это, естественно, это пять регионов, от которых Украина должна отказаться. То есть, плюс еще Запорожье и Херсон. Ну, вот, и внеблоковый статус, плюс деноцификация. Понятие Кремля – это ревизия политических итогов последнего десятилетия, начиная с признания Майдана государственным переворотом. То есть, ну, по сути, это предложение не мира, это предложение капитуляции. Вот, все это как-то надо стыковать. Либо, ну, понятно, что, допустим, у Макрона сегодня, Макрон относится к той группе европейских политиков, которые считают, что можно воевать и дальше. Но мы видим то, что объемы помощи сокращаются и тенденция, вот этот отказ, ну, что за стоит, как говорится, за отказом от поездки в Рамштайн. Ну, то, что больше надо полагаться, наверное, на европейских партнеров, больше на собственные силы, что в том объеме, который был, допустим, в 2022-2023 году, Соединенные Штаты уже помогать не смогут. Вот, вот это вот, как говорится, правда жизни. Андрей Владимирович. Да. Надо думать, на что мы можем опереться в этой ситуации. По поводу происходящего в Курской области по состоянию на пятницу, 11 октября, мы имеем следующую информацию. Украинский военный паблик Дипстейт сообщает, что российская армия продавила левый фланг курской группировки ВСУ. Крайне ужасный день в районе Новоивановки. Вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у снагости, но со временем были полностью остановлены. Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее. Мы на пороге очередной халепы, пишет Дипстейт. Похожую информацию опубликовал и лейтенант ВСУ с позывным Алекс. По его словам, армия РФ имела успех в Курской области. Был акцентированный удар механизированными подразделениями в направлении Любимовка-Новоивановка. Россия не смогли зайти в Ивановку, но закрепились ли они? Большой вопрос. Ведь был резкий рывок вперед, и их основные силы пока не подошли туда. Ну и Кирилл Сазонов, хорошо известный вам, я думаю, всем нам. Пишет о том, что плохие новости, которые просачиваются в сеть с Курской области, это правда. Противник действительно продавил нашу оборону. Для нас это левый фланг. Зашел в тыл нескольким нашим группам. Подробности дать не могу, потому что всю картину не знаю. И сложно сказать, что из написанного может оказаться полезным подсказкам противнику. Извечный вопрос, Андрей Владимирович. Кто виноват и что делать? Это мы еще с вами Торецком вспомнили. Кто виноват, но этим занимаются все. Надо думать, что делать в этой ситуации. Возможно, об угрозе окружения Курской группировки, мы говорили еще в августе, вполне вероятность того, что будет пытаться по традиционной схеме охватывать фланги и пытаться окружить, выдавливать наши части. Но, опять же, возникает вопрос, чем купировать вот эти периодически возникающие кризисы. С мобилизацией, по-моему, все понятно. Потому что она, как говорится, либо надо снижать призывной возраст, что, собственно, не стыкуется с принятыми Верховной Радой нормами. А военные говорят о другом, о том, что это надо делать. Или же надо думать о том, как выходить из войны. То есть, в той ситуации, когда мы можем столкнуться с каскадным обрушением фронта. Такой риск есть. И вот эти тенденции, к сожалению, они набирают обороты. Порох мы не изобрели, как выражался замужний. А, возможно, стоило как раз этим озадачиться в 2022-2023 году. Ведь, в конце концов, использовать какие-то остатки нашего военно-промышленного комплекса. Ведь масса интересных наработок была у того же «Гежмаша», например. Почему-то этим не воспользуются. И даже то, что лежит на поверхности. Например, у нас же все занялись производством дронов. Но когда производством дронов занимается компания, которая до этого выпускала корма для животных, у меня возникает подозрение, что это очередной наш такой распил между собой для своих. В то же время, производство дронов, когда Китай начинает блокировать поставки на внешние рынки комплектующих, он же нейтральный, естественно. Россия, как говорится, обеспечила запас комплектующих. А мы столкнемся с проблемой. И в то же время, мы, выделяя один миллиард, мы не выделяем минимально деньги на производство комплектующих, боеприпасов для дронов. А возможности для этого есть. Что это? Ну, и при этом выбрасываем миллиарды на содержание чиновничьего аппарата, там, миллиард на единый марафон. Единственное наше вундерваффе – это дроны. И тут государство демонстрирует полную неэффективность. Вот просто примеры, то, что где можно, как говорится, сегодня уже перебросить ресурсы с того, без чего вполне можно прожить. И отказаться от этого на то, что может, как говорится, стать, ну, хотя бы частично нейтрализовать вот эти набирающие обороты негативные тенденции на фронте. Марьяна Безугла обвиняет главнокомандующего ВСО Александра Сырского, что он усугубил дегенеративность высшего военного управления и говорит об ответственности президента Владимира Зеленского. За него призывает президента отправить главкома в отставку. Ну, Марьяне можно ответить, что надо не кровать, а, как говорится, систему менять. Не кровати двигать, а менять систему. А тут, ну, от того, что Сырского заменят на кого-то другого, я не думаю, что вместо него придет там Наполеон, Инденбург или там Банштейн или Жуков. То есть придут, ну, собственно, у нас не так много генеральских планов и, что, возвращать Залужного? Ну, ну, знаете, у Залужного тоже, как ошибок хватало. Также кадровая политика, когда он был главкомом. Да, он был куда более популярной и авторитетной фигурой в армии, но в нынешней ситуации этого мало. Нужны, собственно, знаете, по крайней мере, первое, что надо ликвидировать, вот этот разрыв между политической целесообразностью и военной необходимостью. Диктовать политику должна сейчас военная необходимость. Андрей Владимирович, ну, а тем временем. Нобелевскую премию мира вручили японской организации за усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться, сообщается на сайте премии, на сайте Нобелевского комитета. Вы знаете, вот неспроста, мне кажется, присудили Нобелевскую премию организации, которая занимается вопросами ядерного оружия в контексте того, что мир должен существовать без ядерного оружия. Ну, эта тема набирает обороты, становится популярной даже по ходу избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. Команда Трампа вспомнила, что он предлагал и был близок к соглашению донуклеализации между Россией и Китаем и Соединенными Штатами. Ну, знаете, любая избирательная кампания – это время охотничьих историй, то есть когда, как говорится, любят упражняться и в альтернативной истории, если бы, да кабы, но включение этой премии показательное. Тут, конечно, можно сказать, что некоторые пророчили Владимира Александровича, что в условиях продолжающейся войны, естественно, было абсолютно гипотетическим вариантом. То есть, ну, почему бы не написать, тем более, что поднять значимость, уровень, статус нашего президента. Но задавали такой вопрос, я говорю, что это маловероятно. Но показательное то, что выдали, как говорится, японским антиядерным активистам. Хотя, говорить о том, что, наоборот, сегодня мир стоит как раз на пороге того, что вот эти шлагбаумы, которые сдерживали нуклеализацию целого ряда стран, они могут быть сметены вот этими обломками старого миропорядка, вот этой старой ялтинской системы. Ведь, по большому счету, есть целый ряд стран, допустим, как Израиль, которые не числятся в ядерном клубе, но у которых, по факту, считают, что ядерные боеголовки имеются и средства их доставки. Равно как, возможно, и пополнение. Допустим, та же Бразилия вполне могла бы... Ну, другое дело, что у нее нет таких внешних угроз, нет такой необходимости. Но пример того, как появление ядерной дубинки, оно заставляет с собой считаться, и отсутствие лучше иметь ядерное оружие, чем не иметь. Вот на примере Украины, отказавшейся от своего ядерного потенциала. Там можно спорить, что там, где у кого ключи были от ракет, что они, мол, оставались. Но, тем не менее, ядерное оружие Украины было. И третий, по численности потенциал, 46-я, по-моему, ракетная армия, плюс тактические ядерные заряды, ну, немало. Плюс средства доставки, начиная от Ту-160 и заканчивая баллистическими ракетами. Но, как мы видим, гарантии безопасности, то есть Будапештский меморандум оказался обычно ни к чему не обязывающей бумажкой. Которая ни в коей мере не смогла решить те внешние проблемы, которые в Украине возникли в 2014 году и в 2022 году. Андрей Владимирович, по поводу лауреатов Нобелевской премии мира, организация Нихон Хиданке, это японская организация выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Они еще в живых, кто-то остался из выживших, по-моему, учитывая сколько, то что прошло уже почти 80 лет, ну, я думаю, что единицы. И учитывая то, что эти люди пострадали при ядерных бомбардировках, ну, этих людей единицы, ну, как говорится, организация существует. Тем не менее, смотрите, ведь, по сути, в Хиросиме и Нагасаке применялись боеприпасы, сопоставимые, допустим, с тактическими, современными тактическими ядерными боеприпасами. Что говорить, допустим, о стратегическом ядерном оружии, термоядерном оружии, которое располагает куда больше разрушительной силы. Ну, понятно, другое то, что риск применения ядерного оружия в условиях возрастающей конфликтности мира, в условиях, когда все больше полагается на право силы, нежели на силу международного права, которое нивелируется в нынешних условиях. Естественно, время говорить о том, чтобы как-то выработать новые правила, которые сохранили бы мир, перегли бы мир от угрозы Третьей мировой войны с применением ядерного оружия. Знаете, но отмечу другое. Накануне Второй мировой войны в мире тоже было очень заметно, и в политике европейских стран, допустим, в той же Великобритании доминировали пацифистские настроения, во Франции они были сильны. Но пацифизм, знаете, это хорошо, это гуманно, но пацифизм никогда не спасал от угрозы войны. Андрей Золотарев, известный украинский политехнолог, был вместе с нами на Укралайф ТВ. Андрей Владимирович, спасибо вам за разговор, спасибо нашим зрителям за внимание, спасибо, что вы есть, спасибо, что смотрите, анализируете и пытаетесь выникнуть. В суть происходящих процессов, напоминаю, не подписаны на Укралайф ТВ, пожалуйста, подпишитесь, лайк этому видео поставьте, оставайтесь вместе с нами. Берегите себя, до свидания.